Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Наталья Стрельникова, директор библиотеки имени Герцена. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Необычные у меня сегодня гости. Сегодня, как правило, я приглашаю в свой эфир либо предпринимателей, либо руководителей каких-либо коммерческих или государственных структур. Но вот сегодня у нас руководитель библиотеки. Потому что, с одной стороны, программа посвящена тем людям, которые посвятили часть своей жизни или всю свою жизнь какому-то делу и профессионально в нем разбираются. С другой стороны, всегда у меня в гостях люди, с которыми интересно поговорить о том деле, в котором они себя нашли. И я знаю, Наталья, что вы именно такой человек. Сколько лет посвящено тому, чем вы занимаетесь? Знаете, я тут себя поймала на мысли совсем недавно, буквально. В этом году, в сентябре, исполняется 30 лет, как я пришла работать в библиотеку. И в какой-то степени у меня, наверное, идеальная биография. И в моей трудовой книжке всего одна запись. Это одно место работы. Это библиотека имени Герцена. Менялись только должности по истечении времени. Классическая карьерная лестница. А место работы оставалось всегда одним. И я очень предана своей библиотеке. Люблю свое дело. Слушайте, ну это уникальная вообще история. Это практически, ну не практически, а, собственно говоря, всю историю современной России. На одном рабочем месте, причем очень необычном. Библиотека. Ладно бы Газпром был. Было бы понятно. Ну мы поговорим обязательно, Наталья, о том, как вместе с вами, как, ну и, собственно говоря, как за это время менялась библиотека, библиотечное дело. Ну вот я сразу задался вопросом. 92-й год, правильно получается? Да. Страна пропала. Мир меняется кардинально. И вы, молодая девочка, идете в библиотеку. Зачем? Помните себя тут? Да, я себя помню. Вообще-то вот повлияло на выбор моей профессии Клавдия Михайловна Ваеханская. Наверное, думаю, что многие знают, что это был за человек, который тоже практически полвека отдала служению библиотеке, именно библиотеке Мини Герцена. И она мне, это был 88-й год, и я стояла на распутии. Куда идти после школы? Она хотела, конечно, посвятить себя педагогической деятельности, стать педагогом. Но она говорит, иди вот в институт культуры поступай и стань именно библиотекарем. И говорит, когда-нибудь ты станешь директором Герценки. Вот понимаете? И вот это предсказание Клавдии Михайловне, но сбылось. Я не знаю, как так получилось, но это так. И знаете, Андрей Леонидович, я действительно молодая девочка, не задумываясь, какая зарплата. Мне нравилось, я приехала, закончила институт у меня, высшее образование. Я попала в такую замечательную библиотеку, в такое учреждение. И, наверное, мы об этом не задумывались, что там страна меняется, что на грани развала создается абсолютно новое государство. Нет, мы просто увлеченно работали. Я думаю, что многие радиослушатели помнят то время, какие были очереди в библиотеку, как она была востребована. Люди много читали, учились, открывались новые учебные заведения. И нам было интересно жить, интересно работать. Действительно, 92-й год, и вот такая востребованность в библиотеке. Да, да. Вы не представляете, какие стояли очереди, что я работала, я сразу пришла в отдел абонемента научной книги. Тогда он располагался на Энгельса 41. Это сейчас здание... Инженериум. Да, инженериум Вятского государственного университета. И мы вот поработали там с 92-го года, и в 2011-м году только абонемент вернулся на свое прежнее место. Слушайте, я вот... Мне в 92-м году, в принципе, ну, такой я уже в дееспособном возрасте был, мне было 15 лет. Я помню очереди. Помню, но это были очереди в магазины, где надо было что-нибудь достать. Неужели... Ну, я не в Кирове в тот момент жил, да, там, это было окончание школы, меня уже в библиотеке не очень, наверное, интересовали. Неужели были очереди в библиотеке? Были очереди, и очереди начинались с гардероба. Да. Слушайте, такая востребованность в сложное время. Предсчитатели стояли в очередь, чтобы сдать одежду, если это осенне-зимнее время, а потом стояли в очереди в читальный зал в абонемент, чтобы получить книгу. Слушайте, ну вот смотрите, сразу, может быть, надо было к этому вопросу позже прийти, но я его задам, чтобы мы пообсуждали. Вот, с одной стороны, тяжелейшие времена, да, там, недофинансирование, государство действительно там развалится, но большая востребованность, да. С другой стороны, сейчас, ну вот, насколько там, опять же, в общественном пространстве известно, в общем и целом, все неплохо. Финансирование идет, здание там новое не так давно построили, ну, по меркам там, да, зданий. А востребованность как? Насколько? Вот очереди тогда больше были? Нет, конечно, сейчас нет очередей, да. Сейчас востребованность в библиотеке, она несколько в другом появляется, сейчас мы в большей степени такой социально-культурный центр, ну, и научный центр в то же время, и наша деятельность, она несколько сейчас переориентирована. Ну, вы теперь не только место, где читают книги, но, знаете, Наталья, мой вопрос был, наверное, немножко в другом. Я понимаю, что и мы за это время меняемся, но вот, условно говоря, когда было лучше, да, то абстрагируясь, когда было сложно с бюджетом, но было много читателей? Или сейчас, когда всё более-менее там хорошо с бюджетом, но вот не так много людей читают книги? Или, опять же, всё по-разному? Во-первых, конечно, всё по-разному, но я хочу сказать, что время, знаете, оно всегда хорошее. Конечно, есть некая ностальгия по тому времени, потому что мы были гораздо моложе. Деревья были зеленее. Да, у нас было каких-то больше идей, больше, так скажем, мы мечтали о чём-то. Сейчас уже по истечении времени мы так уже, вот я про себя сужу, уже более приземлённо, уже как-то мыслю несколько по-другому. Поэтому я не скажу, и тогда было хорошо, и сейчас замечательно. Хорошо. Как изменилось? Как библиотечное дело изменилось за 30 лет? Ну, я хочу сказать, что изменилась она, конечно, в лучшую сторону, потому что, если мы сейчас с вами говорим про начало 90-х, то, да, недостаток комплектования, недостаток денежных средств, не было ремонта, не было каких-то технических вещей, тогда только начиналась автоматизация, закупались первые компьютеры, они были большие, первое программное обеспечение, тогда только создавались отделы специализированные. Сейчас, конечно, по истечении 30 лет в этом направлении у нас просто замечательно, у нас современный информационный центр, и на сегодняшний день я считаю, что библиотека Герцена – это одна из таких значимых и крупнейших площадок в городе, в нашем городе, в нашем регионе по средствам информатизации, автоматизации. Я считаю, что мы одни из лучших в нашем городе, и недаром всезначимые события общественного, государственного, политического уровня приходят в наши библиотеки. Тем более у вас одна из лучших площадок, на самом деле, с точки зрения оборудования, с точки зрения расположения, и, скажу, не в качестве лести, а с точки зрения качества приема гостеприимства, радушия и вообще отношений и состояния. Поэтому здесь, конечно, объективно библиотека становится центром притяжения совершенно разных мероприятий, и общественного, и политического характера, и где-то даже какие-то бизнесовые истории. Там мы, например, проводим наполненность большая. Осталась ли библиотека местом для чтения при этом? Да, осталась. Я хочу сказать, вот я говорила про отдел абонемента, куда я пришла работать, где я начинала свою деятельность. Вот на сегодняшний день это самый востребованный отдел нашей библиотеки, да. И там сегодня бывают очереди. Это, ну, чтобы понимали слушатели, может быть, кто-то уже забыл. Отдел абонемента — это когда вы приходите, берёте книгу и читаете её прямо в библиотеки. Дома. Да, это тот отдел, где выдаются книги на дом. На дом. И вот там бывают очереди. И очереди бывают двух видов, я бы сказала. Одна — это очередь на книгу. То есть ты приходишь, ты хочешь почитать какую-то ту линию книгу, а она на руках. Поэтому тебя ставят на очередь. И когда твоя очередь подходит, то тебе сообщают, тебе звонят, либо по электронной почте. И ты приходишь и берёшь эту книгу. И второй тип очереди — это действительно очередь просто, чтобы сдать или получить книгу. И вот до пандемии мы проводили такое исследование, портрет современного читателя Герценки. И более трёхсот человек ежедневно посещало отдел абонемента. Сейчас, конечно, за последние два года эта цифра несколько изменилась. Но сто человек на сегодняшний день... Каждый день. Каждый день. Дел абонемента посещают. Слушайте, а вот не могу не спросить такую тему, которая всех так или иначе затронула. У онлайн-кинотеатров это повысило аудиторию. У сервисов доставки еды тоже, у ресторанов наоборот снизило. Как на вас пандемия сказалась? Достаточно долго же были закрыты для посещения библиотечные заведения, поучреждения. Правильно? Ну, вы знаете, как-то вот библиотеку Герцена это особо не... Да, это не так коснулось. Мы не работали вот в самый период локдауна. Две недели. Но мы очень быстро перестроили свою работу. Буквально вот за три дня, я бы сказала. И мы, конечно, ушли в онлайн-формат. И все наши электронные сервисы, все наши проекты, они были представлены на сайте нашей библиотеки. А что можно сделать в онлайне сейчас в библиотеке? Да практически все. Ну что, можно выбрать книгу почитать? Да, можно выбрать книгу. У нас представлена, во-первых, есть Вятская электронная библиотека. То есть вы можете, авторизовавшись, вы можете скачать любое издание, представленное в этой библиотеке. И в том числе есть электронные различные библиотеки, базы данных. Если вы являетесь читателем нашей библиотеки, то по номеру читательского билета вы можете получить, допустим, книгу электронную в электронной библиотеке или ТРЭС. Это какое-то временное пользование, правильно? Временно, конечно, это месяц, но там все равно это можно все продлять. Хорошо. Я, может быть, смотрите, такие оторванные друг от друга вопросы задаю, но мне просто интересно, потому что для меня эта сфера тоже кажется известной, но когда начинаешь думать о каких-то деталях, хочется побольше узнать и побольше спросить для наших слушателей, чтобы у них тоже представление сложилось. Как меняются предпочтения? Я помню, вот, ну, такие же волны есть, да, тоже такого читательского интереса, собственно говоря, их можно по бестселлерам отслеживать, да, там был период фантастики, детективов, потом был период этих детских сказок, которыми все зачитывались. То есть, вот, как вы чувствуете их на себе, видите ли, и как, ну, вот, как прокомментируете? Вот, бывают такие вот, ну-ка, не знаю, приступы моды в чтении книг? Вы знаете, сейчас очень востребована кровевическая литература, то есть, да, да, потому что литература, которая рассказывает о истории своей малой родины. Сейчас очень многие занимаются историей своей родословной, историей своей семьи, и кровевическая литература, вот, знаете, как никогда востребована, и в отделе кровевической литературы читальный зал, он практически всегда заполнен, потому что читатели изучают книги по истории местного края. А у нас один из старейших отделов кровевической литературы, собрание Вятской... Как это? Родовая... Нет, 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 сейчас, извините, вылетела просто из головы. Коллекция печати память Вятки, да. У нас в коллекции печати память Вятки у нас представлено на сегодняшний день уже более 50 тысяч названий различных изданий. Поэтому кровевическая литература востребована, и даже в отделе абонемента, там большой такой сегмент кровевической литературы, и тоже, как ни странно, бывают очереди на книги кровевического характера. Вот, например, приведу пример книгу Натальи Андреевны Баженовой «Без корней деревья не растут», вот на неё была очередь. Удивительные вещи. Удивительные вещи. Давайте немножко попытаемся поворчать, что называется. А что ж молодёжь? Ходит ли она сейчас, вот эта вот молодёжь, которая сидит в телефонах и в интернетах, ходит ли она в библиотеку? Ну, конечно, не в таком бы я сказала масштабе, как это было в 90-е годы, потому что все студенты, они были в библиотеке Минигерцена. Нет, нет, но молодёжь ходит. Я вот хочу привести пример акции «Библия ночь». Это всероссийская акция, направленная в поддержку чтения. Молодёжи, вы не представляете, сколько много. Мало того, что молодёжь, идут молодые семьи с детьми. И вот мы один раз обратили внимание, пришла группа молодых мамочек с грудными детьми в библиотеку. И читали? И читали. И посещали наши мероприятия, различные площадки. То есть всё равно приобщение к чтению, оно идёт из семьи. Вот согласитесь со мной, да, это идёт из семьи. И поэтому, если твои родители, твои бабушки, дедушки, они посещают библиотеку, эта культура, она всё равно прививается. Ну, конечно, по образу и подобию. Если родители приходят, приходили в библиотеку, то и дети будут приходить. Ну, вот смотрите, я тогда как раз задам вопрос, который хотел спросить. Но сейчас он так логически вытекает. Совсем недавно общался со своими знакомыми, которые получили список литературы для внеклассного летнего чтения для мальчика, закончившего пятый класс. И они сходили в книжный магазин с этим списком литературы. И мы с ними после этого обсуждали доступность вообще чтения для вот этого подрастающего поколения, которое так принято у нас там обвинять в том, что оно читать не любит. Они говорят, мы же сходили, список у нас там из 30 книг, ну, вот почти на 20 тысяч нам и насчитали. И это, говорит, еще мы брали, естественно, там не все в твердом переплете, да, как бы и где-то совмещенные издания искали. А так, ну, вот такой порядок цифр. И мы понимаем, что, ну, собственно говоря, там возможности читать, а там период, когда можно было скачать все в интернете, он тоже закончился. Государство у нас сейчас достаточно эффективно отработало эти истории, да, там ты уже не скачаешь книги, тебя так или иначе на Литрес отправят покупать. Что вот с этим делать? Мы же понимаем, что мы, с одной стороны, хотим, чтобы дети читали, и чтобы из них вырастали люди начитанные, образованные. Мы хотим, хотя это уже как бы несколько поколений, да, там с тех же 90-х появилось. Мы хотим, чтобы они знали нашу литературу классическую, современную, еще что-то. Но при этом доступность книги-то ведь превращается в, там, с некоторыми ценами на телефоны книги сравнимы. И у тебя возникает вопрос, там, телефон купить или книгу. Вот если здесь уже, наверное, Наталья говорит не только о библиотеке, да, а в целом о культуре чтения, о том вот, ну, о той системе ценностей, да, в которой вы, например, всю жизнь живете. Вот как, что с этим делать? Понятно, что это государственная политика, и надо как-то решать этот вопрос. Но вот что думаете по этому поводу? Знаете, вот я была на одном из совещаний профессионального библиотечного сообщества, на котором выступал Сергей Вадимович Степашин, президент Российского Книжного Союза. И вот он сказал такую фразу, что когда-то, наверное, книга станет предметом роскоши. И, скорее всего, мы к этому идем. Давайте возьмем советское время. Книга была предметом дефицита. Какие стояли очереди, магазины. Надо было сдать макулатуру, чтобы... Да, на подписные издания. Хорошую книгу вот просто так ты не придешь и не купишь. Но тогда их не было, а теперь они дороги, да? Да, теперь они дороги. Вот поэтому и существуют библиотеки. Поэтому и существуют библиотеки сейчас на государственном уровне. Вы заметите, даже наш президент в послании к федеральному собранию, он обращает внимание на работу библиотек, что они востребованы, они нужны. И поэтому такая поддержка финансовая значительная. И в этом году, например, библиотекам Кировской области выделено на комплектование более 6,5 миллионов. Это вообще-то беспрецедентное такое событие, я бы сказала, потому что этого не было, ну, очень давно. Или никогда. Наверное, никогда. Слушайте, а как, ну, вот для понимания, да, мы сейчас не будем вдаваться, сколько это книг, но это хорошо. Но вообще принципы формирования же библиотечных фондов, это же не только покупка, да? Насколько я знаю, мы просто сами сталкивались с этим, какое-то количество книг вам обязан направить издатель. Правильно? Как формируется сейчас фонд? Есть закон об обязательном экземпляре документов Российской Федерации. И по этому закону автор, издатель, книгоиздающая организация, они должны направить нам в библиотеку три экземпляра обязательных. Естественно, вот это часть коллекции «Память вятки». Но это если здесь издается в Кировской области, да? Если это издается, ну, на любой территории, то то же самое автор, издатель, они должны направить обязательный экземпляр в Российскую книжную палату. Сейчас это одна из структур Российской государственной библиотеки. 16 экземпляров документов. Это, ну, мне понятно. Ну, то есть, если ты официально издал книгу, ты обязан это сделать? Обязательно. И она попадает в Российскую библиотеку, и там уже по фондам распределяется. Какие еще? Я знаю, что есть подарки. Да, есть книжные дары. Это существенная часть пополнения фондов библиотек. Не только нашей библиотеки. Особенно это важно для муниципальных библиотек, для сельских библиотек, маленьких библиотек, для школьных библиотек. Поэтому проводятся различные конкурсы всероссийского уровня, где библиотеки очень активно принимают участие и получают в подарок книжные дары. Кроме того, пополнение фондов идет за счет, я бы сказала, личных библиотек. Потому что сейчас все, ну не все, неправильно, наверное, говорю, очень многие стараются избавиться от книг. Книга, считается, это не модно, когда в квартире полный минимализм. Книг не должно быть так много, многие думают. И мы всегда говорим только, пожалуйста, не выбрасывайте. Не выбрасывайте, конечно. Мы приезжаем сами, мы отбираем эти книги, мы работаем с ними, у нас есть обменный резервный фонд. Эти книги перераспределяем. Часть мы берем себе, заменяем ветки. Что-то у нас в фондах отсутствует, естественно, мы берем это. Остальное перераспределяем по библиотекам. Можем ли мы, воспользовавшись тем, что сейчас говорим там в эфире, сказать, что если у наших радиослушателей там есть книги, которые они не знают, куда деть, так скажем, да, это все можно принести вам, и вы распорядитесь этим максимально полезно. Да, обязательно. Мы будем очень рады. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, не выбрасывайте книги, привозите их в библиотеку Герцена, или мы даже сами можем приехать вывезти. Мы даем этим книгам вторую жизнь. Вторую, третью, я думаю, еще нет. Вторую, третью, вечную, вечную жизнь. А правильно я понимаю, Наталья, что здесь библиотека Герцена выполняет некую такую головную функцию по отношению ко всем региональным библиотекам? Как у вас вот эта конструкция? К региональным вы имеете в виду? Ну, я имею в виду в районах. Муниципальным, в районах, да, 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 да. То есть вы у них такая курирующая организация с старшими. Мы методический центр для библиотек Кировской области, их достаточно много. Вот сколько? Сколько? Сейчас я скажу. Ну, примерно. Нет, я скажу вам точную цифру, я помню. У нас на сегодняшний день 645 муниципальных библиотек. 645. 645. И две областные библиотеки. Это библиотека Герцена и областная детская-юношеская библиотека имени Грина. Слушайте, мне кажется, вот мы всегда считали, что у нас самая разветвленная сеть – это Почта России, Сбербанк, пенсионный фонд. Но мне кажется, что вы превзошли всех по количеству точек распространения на территории области. Я думаю, что больше вряд ли у кого-то есть. 645 библиотек. Ну, всего 647 вместе с областными. Слушайте, ну, я бы никогда в жизни не сказал, что такое количество. Когда-то было и 800, и больше. Ну, с 800, с 640 – это хорошо, потому что мы знаем, как сократилось все остальное. Слушайте, ну, я даже несколько потерялся с учетом такой цифры. Я ожидал 100, 200, ну, 300, может быть, 647. Неимоверное количество. А как они живут? Как они себя находят в это время? Мы понимаем Герцанка, да? Одно слово, чего значит Герцанка, и все понимают. Чем живут эти маленькие библиотеки сейчас? У меня почему-то вот, я не знаю, предвосхищаю ваш ответ или нет, но мне кажется, на энтузиазме людей, которые там работают. Ну, в какой-то степени, да, библиотека, особенно на селе – это место притяжения, место силы. И сейчас, конечно, есть уникальная возможность, я думаю, что многие слышали про национальный проект «Культура», в рамках которого открываются библиотеки нового поколения. Проект реализуется в Кировской области с 2019 года, и на сегодняшний день у нас уже открылось 13 библиотек нового поколения, модельных библиотек. В этом году, до 1 сентября, мы откроем еще пять новых библиотек. Что они из себя представляют? Это современные центры культуры с новым оборудованием, с новейшим оборудованием, с современнейшим оборудованием, которому даже мы, центральная, главная библиотека региона, в какой-то степени можем позавидовать. Далее – это книжные фонды. О, книги там остаются. Конечно. Главное – это книги. Новые, там, не экраны. Главное – это книги. И новое современное оборудование, новый современный дизайн помещений. И, конечно, это привлекает, это очень привлекает и жителей этой местности, и в какой-то степени это, я бы сказала, даже некий такой географический туризм. Вот приведу пример. Мы открыли в позапрошлом году в Кирово-Чапецком районе Филипповскую сельскую библиотеку, новую модельную библиотеку. И там настолько интересные работают творческие люди, библиотекари, что к ней приезжают на её мероприятия. И вообще посмотреть, как это всё, когда там роботы ходят, новое оборудование, там глобусы. Ну, много-много-много всего интересного. Приезжают не только из Чапецкого района, но и из других районов. Приезжают посмотреть, что же это за чудо-библиотека вот открылось. Вы так рассказываете, роботы? Роботы, роботы, интерактивные глобусы, панели. Когда сейчас, это же, знаете, особенно на селе, очень трудно, ну, финансово они живут трудно, мы понимаем. Всё равно в городе легче выжить. И когда даже вот школьнику, выпускнику, подготовка к ЕГЭ, дети приходят и стоят в очередь, потому что если интерактивная панель, там глобусы, все страны, вы любую можете абсолютно информацию получить ещё и в режиме реального времени. Да тут никакие, даже репетиторы не нужны. Вот ты приди в библиотеку и вот, пожалуйста, занимайся, у тебя есть все возможности. И вот ещё это даёт модельная библиотека. Слушайте, вы так рассказываете, что мне захотелось съесть. А мы обязательно, Андрей Леонидович, вот мы открываем пять библиотек в этом году. И обязательно давайте договоримся и пригласим вас, и поедем вместе. Слушайте, Наталья, с большим удовольствием обязательно. И, знаете, уже взял на заметку, я обязательно расскажу о вашем призыве, в том числе по книгам членам торгово-промышленной палаты, чтобы они и лично ориентировались, и могли помочь. Ну и, конечно, там цифра, названная вами, 647 библиотек, я её запомнил и обязательно оттранслирую, потому что, ну, вы знаете, это цифра, которая, наверное, ну, так скажем, возродила во мне веру в то, что наше государство в части поддержки культуры чтения, любви к чтению, ну, сохраняет свои позиции. Мы поговорим об этом после короткой небольшой рекламы. Уважаемые радиослушатели, это программа «Разговор по делу». Несколько минут рекламы, и мы вернёмся в эфир. Возвращаемся в эфир. Программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Наталья Стрельникова, директор библиотеки имени Герцена. Очень интересная для меня самого программа. Я узнал лично, надеюсь, наши слушатели узнали много интересного про современное библиотечное дело. Мы договорились, что едем на открытие и посмотрим на современные библиотеки. У меня вот здесь вопрос. Возьмём шире. Мы всё про страну. А что с библиотечным делом в мире происходит? Вот вообще интересно. Есть такие институции в других государствах, как библиотеки? Ну, кроме известных. Мы знаем, что библиотека Конгресса США, Ватиканская – это самая известная. То есть понятно, что есть большие знаковые. А вот такие сети библиотек государственных по всей стране, вы наверняка ведь знаете, как у коллег дела. Ну, я хочу сказать, что в зарубежных странах поддержка библиотечного дела, она на очень высоком уровне. И открываются вот на сегодняшний день, если вот вы посмотрите какие-то новости культуры, то вы обязательно найдёте, что даже не один раз в год открываются в различных странах крупные библиотеки. Крупные библиотеки. И это, ну, просто такие архитектурные произведения… Шедевры. Да, шедевры произведения искусства. Ну, естественно, просто с громадными информационными возможностями. И книга, книга, она всё равно на первом месте. В любой стране. И в России, и в любой стране мира всё равно на первом месте библиотека – это книга. Библия – это книга. Продолжая эту тему, вот наверняка, опять же, есть что-то, что вам хотелось бы, ну, в хорошем смысле слова, заимствовать. Да, вот там ездили к коллегам и в стране, и в другие регионы. Вот чего вам, как руководителю библиотеки, не хватает у вас? Что хотелось бы заполучить к себе? Вы знаете, кадровая проблема, не хватает, конечно, специалистов и библиотечного дела. Да, к нам приходят молодые, креативные, но у них нет профильного образования. И, конечно, это там не физика, не химия, там не медицина, библиотечная наука, ей можно обучиться. Но все равно это проходят годы, либо когда приходит готовый специалист, либо приходит человек с каким-то… А сейчас не учат этому совсем или не идут после учебы? Нет, почему есть? Вот вы в 92-м году пришли с высшим образованием профильным. Да, да. Да, и вы… Еще и была система распределения. Почему вот у нас достаточно вот высокий уровень специалистов именно вот такого среднего возраста, потому что была система распределения, приезжали из вузов целыми, так сказать, группками. А сейчас? А сейчас, конечно, такого нет. Наш институт профильный, который вот к нашему региону относится, это Пермский государственный институт культуры. И когда-то у нас был филиал здесь, в Кирове, и очень много коллег, они получили здесь образование, особенно в районных библиотеках, получили высшее профильное образование. Вот, наверное, вот этому я бы позавидовала, потому что в тех регионах, где есть профильные вузы культуры, где обучают именно библиотечные специальности, к ним приходят уже готовые специалисты, а нам приходится вот в этом отношении несколько трудно. Но у нас такая позиция, приходит молодежь, и слава богу, что у нас есть колледж культуры, наш вятский колледж культуры, где сохранилось библиотечное отделение, правда, заочное, и мы всегда наших вот молодых специалистов, несмотря на то, что у них есть высшее образование, мы рекомендуем получать наше профессиональное образование, если у них желание есть остаться в библиотеке и посвятить ей свою жизнь. И вот на сегодняшний день у нас, например, пять человек, пять молодых наших специалистов обучаются в нашем вятском колледже культуры. Слушайте, ну опять же, Наталья, вернусь, если 647 библиотек по региону, это я представляю, то есть каждый, ну как минимум, два-три человека работают, какое количество сотрудников необходимо. Видите надежду на решение вопроса? Это же не быстрые ситуации, это же обучение. Конечно, это просто может быть мечта, но мечты сбываются. Очень бы было здорово, если бы в нашем регионе открылся профильный институт или, во всяком случае, факультет. Факультет. Факультет библиотечного дела, и тогда бы библиотечная профессия обрела такой некий новый статус в нашем регионе. Ну давайте пожелаем этого. Да, будем искренне надеяться, да. Тем более такой востребованный получается ресурс. Не так много времени остается, буквально 5-7 минут до окончания программы. Время быстро пролетает, я предупреждал. Смотрите, вот есть же две, два формата поведения, да, и в том числе в некой деятельности. Можно, ну как бы, ориентироваться на обстоятельства и действовать согласно, в соответствии с ними. А можно ими управлять, создавать свои. Вот вы, как руководитель, понимая всю сложность сферы, в которой вы работаете, всю изменчивость мира, цивилизационную, да, там переход на цифровые технологии, все остальное. Вы для себя какую стратегию избираете? Адаптироваться к изменениям, да, и вот подстраиваться под них? Или самой их генерировать внутри библиотеки? И куда идете? Вот за три минуты сможете сказать на несколько лет, куда развиваться будет Герсонг? Ну, вот возвращаясь к вашей первой части вопроса, я бы сказала, что, наверное, 50 на 50. 50 на 50, конечно, что-то мы и заимствуем, а что-то делаем и сами. Ну, и сами делаем достаточно много для развития, для процветания нашей библиотеки. А что же, если говорить о нашем будущем, конечно, я смотрю очень оптимистично и вижу развитие нашей библиотеки в таком оптимистическом русле. Библиотека была, будет, всегда. Никуда она не денется, и мы искренне на это надеемся. И, конечно, это будут новые книги, новые информационные технологии. И, в то же время, мы не забываем про наши традиции. Почему еще славится Герсонга? Потому что мы сохраняем традиции, которые были заложены, я бы сказала, еще Александром Ивановичем Герценом. Собирать вокруг библиотеки друзей, дарить ей хорошие книги. И поэтому наша библиотека будет всегда. Вот не могу не поделиться. Мне несколько лет назад, достаточно давно, журналисты задали вопрос. Какому изобретению, вернее, какое изобретение я считаю лучшим за историю человечества, а какое худшим? Я тогда задумался, у меня была возможность, это был вопрос не в лоб, а письменный. Я задумался и понял. Я ответил так. Я сказал, что у каждого, наверное, изобретения есть шанс быть лучшим, есть шанс быть худшим. Все зависит от применения. Там классический пример ядерной реакции. Можно бомбу сделать, а можно атомную электростанцию. Вы знаете, я тогда сказал, что вот в таком разрезе я считаю, что лучшее изобретение человечества — это книга. Ей повезло стать механизмом передачи знаний, источником этих знаний и опыта, и вот эту связь, трансформацию, передачу коммуникации обеспечить. А худшее изобретение, которому не повезло, и оно стало худшим, — это телевизор, которое тоже могло бы выполнять такую функцию, но, к сожалению, стало совсем другой. Я в этом смысле хочу сказать, что мне кажется, что и библиотеке Герцена особенно, и вообще нашим библиотекам повезло с тем, какие люди в них работают. Мы с вами давно знакомы, я знаю, как вы относитесь к тому делу, которым занимаетесь много лет. И я не с первого раза, но рад, что мне удалось вас пригласить в программу, потому что очень хотелось об этом поговорить. Мне кажется, это... Ну, я вообще трепетно отношусь к саму книги, и я считаю это действительно величайшим изобретением человечества, книгопечатание, возможность распространения информации. И слава богу, что оно остается лучшим, и его не удается испортить попытками использовать в своих целях. Завершая уже совсем программу, у нас остается буквально 2-3 минуты. Вот вас практически... Ну, как сказать, читатели библиотеки вас ведь не видят. Они сталкиваются в основном с библиотекарями, с сотрудниками. Вы в кабинете управляете. Ну вот, если представить, что у вас сейчас возможность что-то сказать вашим читателям. Мы, конечно, все вас знаем, да, но вот диалога, наверное, с каждым не построишь. Если представить, что в большом читальном зале старого здания, исторического здания библиотеки имени Герцена собрались ваши преданные многолетние читатели, у вас есть возможность вот за 2 минуты что-то им сказать, то, что бы это стало, что бы это было. Я немножко хочу оговориться. Во-первых, двери моего кабинета открыты всегда, и любой, любой может зайти, и никогда их не закрываю. Я всегда открыта для диалога, для беседы. Никогда я ни от кого не прячусь. Вообще, я люблю очень читателей, я очень люблю свою библиотеку. Я 17 лет проработала в отделе абонемента с читателями, поэтому, ну что я им скажу? Что я люблю. Я люблю своих читателей, я люблю свою профессию, я люблю свою библиотеку, и очень рады всегда видеть горящие глаза, любопытные глаза наших читателей, и всегда мы их ждем и рады видеть на наших мероприятиях в библиотеке Мини-Герцена. Ну, мне остается очень коротко, на самом деле, искренне от всей души пожелать вам, чтобы это было взаимно, чтобы эта любовь к книге, к библиотеке, к сотрудникам библиотеки была взаимной, и у вас всегда был ваш благодарный, неравнодушный, и оттого, в хорошем смысле слова, требовательный читатель и посетитель. Искренне вам этого желаю, спасибо большое, что нашли возможность прийти ко мне в гости, это была программа «Разговор по делу», вел ее я, Андрей Усенко, и у меня в гостях сегодня была замечательная женщина, замечательный руководитель, прекрасный человек, Наталья Стрельникова, директор библиотеки Мини-Герцена. Спасибо, Наталья. Спасибо, Андрей Леонидович. Доброго дня всем. Спасибо.